Екатерина, продемонстрируй, как вы ходите. Раньше каждый шаг для Екатерины давался с трудом. Перестроиться на протез было сложно. По словам женщины, она буквально заново училась ходить. Как вот назад, ДТП, машина вообще меня задавила, и вот учились такие последствия. Конечно, сложно это на эмоциональном, на психическом всё равно уровне. Я считаю, что это сложновато, заново учишься ходить, передвигаться. Это падение. Первый раз слёзы, истерики. Падали, разбивали коленки, но вставали и шли. Сложно, наверное, было дорожки, но велосипед ещё не осваивает. Хотите, пожалуйста, попробуйте. Ну, я всё хочу попробовать. Создать протез также нелегко. Процесс проходит несколько этапов. Тестирование, взятие слепков, изготовление гильз, это крепление, и дальнейшее производство. Мы сейчас находимся в цехе по производству протезно-артопических изделий. То есть, вот сейчас подкручиваются винтики, шайбочки, чтобы протез был ровный. То есть, по оси, чтобы он был прямой. Это протез верхней конечности с микропроцессорным управлением. Это кисть работает от импульса. Сжимается. Хотя компания начала работать относительно недавно, с 2018 года, уже сейчас есть чем похвастаться. Новый коленный модуль более удобный, лёгкий и помогает быстрее реабилитироваться. А ещё пользуется большим спросом за рубежом. Импортозамещение – это ключевое слово, которое есть у нас на рынке, в нашей отрасли. Также есть запросы из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, запросы, допустим, из Сирии и из Германии. Нам удалось снизить стоимость на 30-40% по сравнению с западными аналогами. В настоящее время данный коленный модуль стоит 109 тысяч рублей. Человек с инвалидностью может получить данный коленный модуль бесплатно. Это один из немногих примеров, когда инновационная компания на старте добилась таких результатов и уже сегодня является резидентом Сколково. Наука Республики Бурятия востребована и имеет практическое применение.